Виктор Набутов, Дарья Гордеева, друзья, Дмитрий Борисович Орешкин у нас после бустера не очень хорошо себя чувствует, поэтому сегодня пропускает эфир и этот час в нашем с вами полном распоряжении видеотрансляция в YouTube идет. Мы, кстати говоря, вот этот вопрос, на чьей стороне симпатии Дмитрия Борисовича в данном случае, тоже и как пешехода, и как автомобилиста, и как социолога, и как политолога на стороне Лексутова все-таки, или на стороне Турчака, мы обязательно Дмитрия Борисовича, я думаю, через неделю адресуем. А я вот, ты знаешь, сейчас слушала Игоря Наумова, это вот эта вот прекрасная история о выплате субсидий чиновникам на жилье. Там 370 человек, ну нуждающиеся люди, ну хорошие, ну нужно копейки считать. Мне очень понравилось, что все вот эти субсидии на получение... Поскольку они там получают? Да, значит, сейчас я тебе найду по цифрам, но мне очень понравилось, что это рассматривается в качестве мотивации эффективного исполнения своих должностных обязанностей. Любопытно узнать у наших слушателей, чем их в последний раз на работе, так сказать, мотивировали. Ну это совсем уже, конечно. Нет, ну а что, а почему нет? Вот мне сейчас предложи, например, субсидию на покупку московской квартиры, я сам подумаю, не занять ли пост Лексутовский, например. Вот предложи мне сейчас пост Лексутова, я буду очень мотивирован, больше, чем Максим. Он уже много лет занимает кресло, гораздо все равно замыливает. Давай, может, меня начальником Дептранса Московского... Я справлюсь, вообще вопросов нет. Вот клянусь вам. Ну плюс квартирка там, я не знаю, поскольку там хотя бы 50-70 миллионов бы накинули на субсидии какой-нибудь государственной. Я был бы мотивирован вполне. Ну это не так много по меркам московских чиновников высокопоставленных. Там не такие дорогие квартиры. Поэтому как-то так я бы подой, я бы рассмотрел это предложение. Я бы готов был пожертвовать даже вот радиокарьерой, честно говоря, или там телевизионной, и даже отказаться от каких-то своих бизнесов ради служения людям. Не знаю, как вы, ребят, я думаю, что немногие бы из вас на это пошли, но я вот готов. Нет, такая жертва, Витя, она... Ну просто отдал бы жизнь. Не каждый, не каждый может ее принести. Ну, знаешь ли, надо обладать определенным гражданским мужеством. Ты в моих глазах сейчас выглядишь как Данко. Именно так. Да. Именно так. Возьми вот из моей груди что-нибудь. Ребят, вообще, вот отходя от вот этой разгоняемой Западом военной истерии, и мы вдруг ты каким-то таким незамыленным взглядом смотришь, а ведь огромное количество позитивных каких-то моментов происходит в нашей общественной повестке, и в очередной раз отмечаю депутатов Государственной Думы нового созыва. Вот, ну они же, по-моему, депутаты и предыдущего созыва. И всегдашнего созыва. И постпредыдущего, да, и так далее. Тем не менее, депутат Нилов, знаете, такого, накануне предложил передавать конфискованные продукты, вот эти как бы наши контрсанкционные продукты, в российские дома престарелых. Изъятую из обращения, но признанную пригодной еду, предложено не уничтожать, а передавать нуждающимся. Это председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов, считает, что такие товары можно направлять, например, в дома престарелых или детские дома. Жалко, что вообще в нашей стране существует такое понятие, как детский дом, который в загнивающих странах Запада практически уже нигде их нет, но тем не менее. Стало известно, что депутаты уже разработали соответствующий законопроект, он в ближайшее самое время будет внесен в Государственную Думу. Депутаты и авторы инициативы указывают, что ежегодно в стране уничтожаются десятки тысяч тонн продовольствия, и это вызывает, оказывается, серьезное социальное напряжение среди россиян. А что-то они так о социальном напряжении заговорили вдруг, неожиданно. Я не знаю, но я вот посмотрел, что, оказывается, у нас... Как-то после новогоднего это очень активно стало использоваться, формулировка про социальное напряжение. У меня немножко другой вопрос возникает. Возможно, я не прав. Ребят, я во многом стал сомневаться. Видимо, возраст все-таки 43 года. Какие-то вещи можно под разными углами смотреть. Вот, оказывается, я уточнил сейчас, уничтожение продукции, поступающей из стран, которые ввели эмбарго, осуществляется с 6 августа 2015 года. То есть мы имеем, ну, 6... почти 7 лет. Почти 7 лет. То есть это весь предыдущий созыв Государственной Думы и этот. А уже какой созыв принимал это и даже начинал рассматривать, я даже не могу заявить, и мы даже пост предыдущий, мы были правы с тобой. Так вот, почему 7 лет это не вызывало у депутатов, я понимаю, там, полгода, несколько месяцев, год, в конце концов, но 7 лет это не вызывало интереса депутатов, хотя об этом много говорилось. Вдруг почему-то сейчас об этом заговорили. В том числе, вот, оказывается, это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян. Парламентарии спустя 7 лет предложили изменить эту практику. Для каждой партии изъятых продуктов должна проводиться вообще отдельная экспертиза. Это же еще целое большое экспертное сообщество надо какое-то создать. Я не поняла, а зачем его создавать? Мне казалось, у нас есть. Но, а эти люди должны быть. Роспотреб, все дела. Те как раз, кто и занимаются. Но Роспотреб не может на все разорваться. Это отдельная новая часть работы. Ой, бедолажечки. Ой. Правильно, а то еще столько всего незапрещенного. Кроме молдавских, грузинских вин и молочки белорусской. Это там столько работы у них, мамочки. Ой-ой-ой. Да. Обязательно надо новый экспертный совет. Вот если в ходе проверки конфискат будет признан пригодным для употребления, его предлагается направить на государственные и муниципальные нужды. Вот какая история. И очень круто. И мы тогда всему миру прямо мордой этот мир охредевший. Это англосаксов этих просто по столу провезем и покажем. Вот смотрите, наши пенсионеры и наши детдомовцы. Да, у них нет детдомовцев. А у нас они есть. Их много, к сожалению. Ну что вот наши, они вот, смотрите, вот они пармезан, вот они польские яблоки, вот они там турецкие помидоры и грузийский баржер. Пархамон не забываю. Я извините уже что-то, что вот они. А вы говорите, что плохо живут эти категории граждан. По поводу твоего желания возглавить диптранс в Москве. Я еще расскажу. Я тоже справлюсь как минимум с получением квартиры. Но, ребят, не надо, не надо таких жертв. Не надо таких жертв. Не надо. Я беру все на себя. В конце концов, Лексутов, я считаю, свой долг перед государством выполнил. Вот это вот не надо. Общество даже не заслуживает такой длительной жертвы, когда человек больше 10 лет, а может быть даже больше, занимает такой сложный пост, расстрельный пост буквально. Это ты сейчас на что царская морда намекаешь? Что значит, нельзя такую жертву принимать, больше 10 лет занимать один пост? Или что, по-твоему, пост главы московского дептранса? Я ни на что не намекал. Работа сложнее, чем... Я, то ты, пожалуйста, не надо Лексутова с вот тем человеком равнять. Это все-таки разные... Не надо. Иначе мне Максим потом выскажет в кулуарах. Я заволновалась за твою судьбу. Нет, нет, нет. Как будущего чиновника. Это не Гордеевов. Это все Гордеева, ребят. Я к этим словам не имею. По поводу субсидий, пишут наши слушатели. Моя сестра работает в одном министерстве много лет. Все время получали субсидии на покупку жилья. Начальники и другие нуждающиеся. И только последние пару лет, после того, как пришел новый министр, начали получать действительно те, кому очень нужна жилплощадь. Ну вот мне очень нужна жилплощадь. Люди, у которых только один кормилец в семье, дети и так далее. Ну вот у меня дети, я единственный кормилец, и я очень нуждающийся. Но невозможно снимать московскую квартиру. Витя, хороший, очень важный вопрос задает наш слушатель Алексей относительно предложения господина Нилова. Он интересуется, не станет ли людям плохо от хороших продуктов. Может быть такое. Переедание. Опасная очень история. У нас и так проблемы с лишним весом в нации. Вы обратили внимание? Как, насколько, насколько проблема ожирения реальным в России появилась за последние, ну вот 20 лет как раз, от того, что мы все время переедаем с вами. Слишком много хорошей еды, слишком много мерседесов. Ну, невозможно, ну просто невозможно. Вот я был на Красном Октябре в субботу там в одном модном реестре. Вы не представляете себе. Вот несчастные эти люди сидят, я не знаю, они сидят и жрут этих крабов и эти устрицы. И вот у них прямо, вы не представляете, места свободного нет. Шансончик. Некоторые жрут просто сразу деньги. Но они просто прямо руками эти ежи, правда, это сотни уходят. Под шансончик там, хорошо просечка сверху прикладывается и нормально. Народ полирует, будь здоров. Из Тюмени сообщение. Наши пенсионеры, МВД, Росгвардии в 45 лет готовы принять всю продукцию санкционную. Если так надо, для Родины. Хамон идет в ОМОН. Ну, вообще, если говорить серьезно, как вы относитесь к инициативе депутата Нилова? На седьмой год существования нашего изначально был понят совершенно бессмысленного и никому непонятного продуктового эмбарго? Прав ли он? Или, может быть, стоит вообще перестать заниматься вот этими бессмысленными упражнениями и отменить все эти наши... Контрсанкции, может, мы отменили? Я не все контрсанкции имею в виду. А вот именно вот это данные, конкретные контрсанкции. Так, давай вот так. Сначала подведем итоги опроса, которые мы повесили в прошлом часе в Ютьюбе. Во-первых, Оксане. Спасибо нашей зрительнице в Ютьюбе. Большое спасибо за донат. На вопрос, хотят ли слушатели, чтобы уменьшили нештрафуемый порог скорости до 10 км в час, 58% проголосовали против, нет, не хотят уменьшения. И, соответственно, 42 ответили, что да, они этого хотят. Получено 539 голосов. Спасибо большое, спасибо. Ну, все, тему со штрафом мы заканчиваем. Мы еще вернемся наверняка на следующей неделе. Доброе утро. 730-101, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы штрафы продолжаем. Ну, давайте постепенно закругляем эту историю, прошу. Хорошо, тогда, значит, ну, во-первых, чиновникам такого уровня, по моему мнению, на людей плевать. Ну, вот просто плевать, потому главное это деньги. Если бы не было плевать, то, например, чиновники такого уровня прижимали бы всякую мелочь, чтобы люди смотрели на всяких там глав сельсоветов и думали, вот если ему там 10 лет сучили за какую-то там, за аварию, то что будет со мной? Так, ну... Вот, это первый вопрос. Следующий вопрос. Ограничения. Я за ограничения жесткая, но только разумная. Вот, например, еду я по вылетной магистрали, тут ограничения 60 км в час. Съезжаю на Хорду, 90, одна и та же, ну, похожая дорога, разделитель, там 2-3 полосы, но ограничения совсем другое. Ну, это мы продолжаем разговор, в принципе, о тотальной ревизии уличной дорожной сети в нашей стране. И еще, ограничения там, где ремонт. Ну, например, в той же Белоруссии Баська сказал, что если ничего не ремонтируется, значит и ограничения не должно быть. Ну, разумно. Как бы я к нему не отнесился, но вот эта вот фраза, она все-таки имеет место на существование. Ну, и про Лексутова и прочих. Меня в цари запишите, я следую. Не-не-не, ребят, не надо, не надо. Нет, Витя уже лег поперек вашего пути. Я первый в очереди. Ну, и, конечно, самое популярное предложение от наших слушателей, точнее, не предположение, предположение, точнее, не предложение, что просто вся эта санкционка будет отправляться в столовую Госдумы. Думаешь, чтобы депутаты взяли на себя удар? Вот это непростую задачу. Представляете себе, хамона жрать много, каждый день. Жирное, вяленое мясо. Ну, представляете себе, как же. Сверху-то еще устрицу. А сердце как будет потом работать? Да вообще. Ну, люди вообще себя не жалеют. А мы все их что-то ругаем, что-то им приятно. Посмотрите на них. Вы посмотрите на заседание Государственной Думы. Вы посмотрите, сколько подбородков у этих людей. Я не шучу. Картинка же очень пока прям в глаз бьет. Откройте канадский парламент и российский. Ты мне еще Трюдо в пример приведи. Он как бежал, только красные носки сверкали. Именно об этом я и хотел сказать. Сразу спрыснул. Как только 75 километров грузовиков увидел. Мужики, когда приехали. Сталицу подъезжающих сразу дриснул. Конечно. За базар-то не отвечай. Именно так. Хочет еще на международном арене с Путиным с нашим разговаривать. С нашим-то. С Орлом нашим. Ну, Доном Рэм. Не туда пошла, извините, пожалуйста. Да, хорошо. Нет, мы не смеем. Ну, что это такое? Неприлично прям. Весь мир смеется над Канадой теперь. Еще одна история. Ну, вот к вопросу о санкциях тоже хотелось узнать ваше мнение. Да, вот Соединенные Штаты объявили о том, что разрабатывают пакет. Ну, они каждую неделю что-то объявляют, объявляют, объявляют. И вот новый, значит, еще доп. пакет. Это против ближайшего окружения президента, членов Советов Директоров Государственных Российских Компаний и всяких разных чиновников. Об этом пишет Financial Times, ссылка на американские источники. По данным газеты, санкции также будут распространяться на жены детей, тех, против кого везут ограничения. Полная семья. Братья, сестры, жены, дети. Ну, все потенциальные бенефициары, так сказать, нашей, того, кого называют у нас элитой. Но имена конкретных чиновников, пока не олигархов, ну, чиновников у нас нет уже, они даже американцы об этом не знали. Чиновников, бизнесменов, членов их семей не называются. Вот. Но многие из них считаются особо, я цитирую, особо уязвимыми объектами из-за их углубляющихся финансовых связей с Западом. Речь идет примерно о 90% влиятельных людей страны и, соответственно, членов их семей. То есть, оказывается, у них, это, еще раз, это американские данные, не я, что, оказывается, у нас у подавляющего большинства окружения президента и крупных чиновников оказываются углубленные глубокие связи с Западом финансовые. Я не понимаю, почему эти люди до сих пор во властной вертикали находятся. 90%. Не, не 5, не 10, не 3 там могли пропустить. 90%. Что-то, по данным Financial Times, ну, мы аккуратно относимся, конечно, к этой англосаксонской британской газете, но, тем не менее, по их мнению, санкции отрежут российских чиновников и их детей от, и крупных бизнесменов, от всех международных финансовых потоков, а их дети больше не смогут, например, посещать элитные западные университеты, ну, в целом, потому что вообще до выезда из страны. Так дойдет. Про отдых, жить. Про отдых, жить. Поезжай, живи в Воронеже, в Магадане, это классно, замечательная природа, на Урале. Красоты, Алтай, в конце концов, Алтай, в конце концов, я не знаю, да никто не будет бомбить Воронеж. Ребята, а как вам предложение от нашего слушателя Алексея? Так. Ворон говорит, а у меня есть предложение, которое одобрит большой процент сограждан ваших. Отправляйте в детдом и дома престарелых депутатов. У них, кстати говоря, есть такие, не для всех, правда, как, ну, знаю одно такое, во всяком случае, заведение, но, 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 такой симпатичный, очень качественный, очень хороший уход, кстати, и медицинское обслуживание, и условия, прям, ну, ну, лучше, чем в Норвегии, даже. Дороже, правда, там, ну, такой, на швейцарском уровне, скажем так. А что за манера сравнивать это вот? Там много депутатов-чиновников, их родителей, кстати говоря, и там, и родственников. Сравнивать с Норвегией, с Норвегией. Зачем вы вот это вот, зачем вы нам? Ну, как-то считается... Вы хотите сказать, что там хорошо, Виктор? Ну, то, что я видел, опять-таки, это все западные медиа показывают. Сравните с Петрозаводском. Ты знаешь, может быть, согрешу против правды. Надо было видео-трансляцию. Ну, вот тот, что я видел, мне один мой товарищ показывал, где живут его, куда он отправил своих уже, своего там, очень немолодого и глубоко больного отца, который не может один. Ну, да, да, это примерно, там, это больше миллиона в месяц он платит за него, и за простую, за простую достаточно, там, комнату, условно говоря. Ну, это хорошее обслуживание, и, ну, нормально. Думаю, что, мне кажется, лучше, чем в Петрозаводске. Даешь возвращение в Кострому и Воронеж. Внутрь страны со слезами радости будем мы за этим наблюдать. Из Пятигорска сообщение. У меня вопрос вот какой, я все-таки почему про эти санкции заговорил. Это, конечно, все, ну, глупость все западная и тотальная несправедливость, и, ну, понятно, все, агрессия вокруг. Но я хотел бы спросить у вас о другом. Вот вам интересно было бы, как вы считаете, не то что нам, а вообще российскому обществу, ну, просто посмотреть на, действительно, на капиталы, на доходы, на места учебы. Там много российских чиновников. В принципе, это должно быть все в открытом доступе, но почему-то у нас это часто как-то, ну, условно, не знаю, засекречивается. Я не хотел об этом, конечно, говорить, но другой глагол не могу подобрать. Вот, а как вы думаете, вам вот лично и вашим друзьям, знакомым... Знаете, более того, я вот Крамолу скажу. Я надеюсь, меня никто не осудит, и нас с тобой не накажут за это. Крамолу скажу. Заметьте, как только Крамолу, так сразу он начал не я, а нас. Да, конечно, естественно. Я знаю, что в случае чего ты будешь мною прикрывать отход. Да, я хотел сказать, что, вы знаете, у меня есть такое ощущение, из разговора со своими друзьями, очень, ну, вот те, кого некрасиво называют ватой, а на самом деле это просто, ну, люди там часто, иногда с другой точки зрения происходящего, отличные от меня, патриотические, нормальные, обычные наши с вами соотечественники, учителя, менеджеры, там, ну, разные люди. Ну-ну-ну. Все наобычные люди, которые очень негативно оценивают то, что сейчас делает Запад в отношении нашей страны, и когда я с ними вот эту тему санкций в отношении тех людей, которые отстаивают наши интересы, наших элит, наших чиновников, вот обсуждал, и то, что вот будет такая вот история, ну, некрасивая. И ты знаешь, я не знаю, почему это, может быть, вот Олег и Александр мне объяснят. Да энергичнее давай уже. Ну, я пытаюсь как-то, чтобы никого не обидеть, просто сейчас это очень сложно сделать, не задеть ничьих чувств. Короче, вата за. Они почему-то это поддержали, да. Причем остервенело и единогласно, ну, прям вот да. Я говорю, ну, как же, ну, вот там. А я тебе даже сходу могу объяснить. Почему, как это у нас в нашем, как у наших людей это в одно. Потому что формула царь хороший, бояре плохие, она работает до сих пор. Уже, так сказать, не первый век. Но царь здесь как бы вообще ни при чем. Речь идет, ну, о многих людях, чью позицию, которые озвучивают свои публичные позиции, из чьей позиции вы согласны. Более того, они принимают важные для государства решения, которые эту позицию подкрепляют, то есть вашу позицию подкрепляют. И при этом вы хотите, чтобы они подверглись, и их семьи, и их дети подверглись обструкции, какой-то несправедливые зачастую, были отрезаны от возможности выезжать из страны. Лишили своих денег, там, домов в Лондоне. Англичане-то вон что учредили на прошлой неделе, да, мы это обсуждали в конце. Что, дескать, вообще забрать все капиталы российских бизнесов. Там очень спорная история с английским судом. Ну, они даже внутри себя не могут согласиться, это правда, мы наоборот, но это все стыдно и позорно. Что человек виноват, крупный государственный чиновник, что он отстаивает интересы государства, вот скажи мне. Ну, вот тебе, пожалуйста, сразу комментарий, я напоминаю, плюс семь девятьсот три, семь шесть, три три три. Потом распинаете. А что вас так удивляет, Виктор пишет? Слушатель, к сожалению, без подписи, народ доведен до ручки, денег нет. Жрать приходится всякое, понятно что. Вот они и думают, пусть все эти чиновники и пусть их дети поживут так же, как живем мы. Я был на Красном Октябре в хорошем московском ресторане в субботу. Я не видел там ни одного доведенного до ручки соотечественника. Более того, я прошелся, даже заглянул на три минутки в ГЭС, замечательное нововыставочное пространство. О, я еще не была. Только сделанное, красивое, очень круто все сделано. Народ тусит весь Красный Октябрь, ну, может быть, сейчас немножко омикрон. Прям не могу сказать, что на ушах друг у друга сидеть, не так, как до пандемии. Но, тем не менее, все заведения, битком, любые, от Даблби до Магадана, условно говоря. Не видел я прям доведенных до ручки соотечественника. Никто не побирался вокруг, не бегал. Порсковочное место 500 рублей. Народ прям приезжает, там не всегда есть. Мне 5 тысяч дает, пошел поужину. Значит, одни хорошо заработают, а у других есть деньги. Я не знаю. Какие-то у нас разные представления о реальности. И самое главное, эти, так вы доведены тогда ручки тем, что нас бьют со всех сторон несправедливо. И эти люди как раз сопротивляются за нас с вами. И они еще и должны пострадать. Нет, не вижу логики. Нет логики. Артур, что характерно, из Милана, пишет нам. Вата, так называемая, оправдывает чиновников, воров, ибо они сами мечтают попасть на их место. Других социальных лифтов в России не осталось. Доброе утро. Нет. Посмотрите на часы. Ладно, ответь. У меня, я без, ладно, без троллинга и без шуток, хотя, в общем, шуток-то было сегодня немного. Я не понимаю, вот как мыслят мои друзья. Я говорю, а что же вы тогда, что вам так это интересно-то? У нас есть генпрокуратура, суды, следственный комитет. Там, если кто-то из чиновников что-то украл в нашей стране, вон, посмотрите, сейчас откройте любую ветку новостей, то до этого гаишника посадят, то вот этого, то вот шесть судей, вон, СК заплатили. Да, ну что ты, ну плюнуть некуда, везде коррупционные дела, конечно. Ну, везде дела. Да, 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 да. Это уже не какая-то сейчас идет война там с оппозицией, или с тем, кому что-то не нравится, кто оправданно-неоправданно критикует. Сейчас система прямо конкретно взялась сама за себя. А тут еще и с западом. Егор из Челябинска нам пишет. Вы, Виктор, за 100 километров от Москвы-то отъедьте и зайдите в любой буфет или в столовку. И там посмотрите на местный бомонд и еще спросите, что им не нравится в стране. Это несерьезный разговор. Значит, я должен вам сказать, что я буквально два месяца назад перед праздниками аккурат отъезжал, за 100 километров. Сначала я отъезжал за 30 километров. По Новой Риге, потом по Рублевке. Нормально там народ себя чувствует. Просто было страшновато, поэтому сначала 30, а потом прибавлял и прибавлял. Ну, там, да, новогодние, перед новогодние праздники, к этому заедешь, к тому-то, да, какие-то пьянки-гулянки. У Кости Ивлева был в гостях. На Новой Риге нормас. Нормас. 40-50 километров от Москвы. Потом я поехал за 100 километров. За 100 километров. Больше, я за 300 километров. Ребята, он изменивается. За 600. Я по платной трассе от Москвы до Петербурга доехал. Не видел я ни одного разваленного дома. Я просто долетел. Отличная дорога. Ой, помолчи. Помолчи. Три минуты, умоляю. Друзья, мы скоро продолжим. В Ютюбе не останавливается видеотрансляция. В Ютюбе не останавливается.